Ребят, внимательно сейчас смотрите, куда поедет этот игрок на КВ-2 на карте Перевал. И какую невероятную позицию он покажет уже через несколько минут. Вас ждут просто обалденные ваншоты, и первый же из них случится очень-очень скоро. Вот просто внимательно сейчас смотрим, куда он едет. И что же произойдет. Стоит отметить, кстати, относительно карты Перевал, на которой сейчас происходит бой, что довольно дисбалансные здесь респы. То есть проезжая вот здесь по верхнему респауну, ты находишься более-менее в сейве, и спокойно заезжаешь вот сюда на фланг налево. Что не скажешь про нижний, потому что вот здесь можно по краю карты, прямо в башню себе в борт наполучать просто тонну снарядов от ПТ-шек и ЛТ-шек, стоящих там вдалеке. И честно говоря, нашему герою везет пролететь здесь необнаруженным. К тому же он даже куда-то непонятно вообще кинул свой выстрел. Наверное, думал, что бревно у КВ-2 настолько жесткое, что оно сквозь землю пролетит вон туда по пацану. Но этого не случилось. Поэтому давайте смотреть, что же произойдет дальше. Итак, наш герой приезжает на классическую позицию для тяжей. Видим, что там уже залетел КВ-85, и против него сражается наш Крусейдер. Крусейдеры, кстати, второго уровня в данном бою. Танки второго уровня в бою с пятерками, чтобы вы представляли, насколько все жестко. То есть для КВ-2 достаточно, мне кажется, одного взгляда просто в сторону Крусейдера или М2-медиума, который вон у нашей команде, чтобы они развалились и отправились в ангар. Но, как выясняется, достаточно одного взгляда и в сторону КВ-85. Просто выехали на советского пацанчика, свелись на него, и такой здоровенный ваншот отвешиваем сходу. КВ-85 даже не успел, по-моему, обдумать свой план на данный бой. И самое интересное, что наш герой после этого не останавливается. Он не боится того, что где-то здесь сзади могут стоять ПТ, которые будут крыть его проезд, а просто в наглую ломится на вражеские позиции. Его, кстати, поддерживают наши союзники второго уровня, которые здесь во взводе. Не знаю вообще, зачем они вот здесь на фланге нужны, какой от них будет толк, но они приехали, так что ладно. Выезжаем вперед. Похоже, у Т-67 вся его жизнь сейчас промелькнула перед глазами. И еще один выстрел, и уже, ребята, второй ваншот отписывает наш КВ-2. И это именно реально ваншоты, потому что КВ-85 он снял все ХП, Т-67 снял с одного выстрела. И сейчас, походу, будет третий ваншот, потому что впереди стоит Наскорн. И да, ребят, третий выстрел нашего КВ-2 по врагам. Ну, он там еще в землю стрелял, но это не считаемый. И реально третий ваншот. Как вам такое начало боя? Это, по-моему, очень даже намекает на интересное продолжение. Выезжаем вперед. Здесь КВ-85 стоит бортом. Немножечко сводимся. Только хотел сказать ваншот, но нет, всего лишь на 293 отправляет наш герой. КВ-85 немножечко по бронированию оказался, чем мы думали. И вот так вот легко фугас принимать не хочет. Но наш герой не пальцем делан. Он готовит уже следующий снаряд, и, похоже, его ничто не остановит, чтобы выехать сейчас на КВ-85, вот так вот свестись в лоб и еще раз долбануть его своим бревном. Прям березой по голове. Точнее, в корпус. Ну, в общем, осталось буквально 48 хп у КВ-85. И как мы видим, что у нашего героя сейчас реально все шансы этот фланг давануть. Но, правда, наша команда, ну, ни в какую не хочет поддерживать потенциал КВ-2 и хотя бы немножко ему помогать. В то время, как мы разбирались с КВ-85, отдавали здесь ваншоты по флангу, просто творил наш герой все, что хочет, союзники, вместо того, чтобы хотя бы немножечко как-то помочь, они взяли и всей командой, всем коллективом, дружно отправились в ангаре. Счет 7-12. Из сокомандников у нас остался Т-80 и еще один КВ-2, который сейчас сражается на центре. Т-80 уже добирают, и фактически сейчас наш герой может остаться один, потому что другой наш союзный КВ-2 похоже там в очень неприятной позиции, его расстреливает СУ-100, и если у нее все получится, то, скорее всего, сейчас наш герой будет здесь в гордом одиночестве сражаться. Но я вам говорил, ребят, вначале, что наш КВ-2 знает все секреты карты Перевал, знает все секреты советского бревна, поэтому готов. А счет 7-14. И наш герой сейчас остается один, ребят, против восьми врагов, одного из которых, а именно ПЗ-34. Сейчас мы отправляем в ангар уверенным выстрелом прямо в лоб. Пробитие, конечно, максимальное не прошло, но мы дали с поджогом, поэтому немец даже не понял, как улетел в ангар. Тут же на нас выезжает еще два противника, сводимся, и нужно добивать сейчас хотя бы Черчилля, но он изо всех сил мансит от остатков своего союзника, но когда выезжает дать выстрел, наш КВ-2 ловит броню его корпуса и отправляет еще один уверенный выстрел. Шесть фрагов, пять из которых мы сделали одним выстрелом всего. Только вражеский КВ-85 нам немножко нервы потрепал, а в остальном пока для нашего КВ-2 какая-то шара идет. Сводимся на СУ-100, даем дамаг, понятно, что мы ее с одного шота добираем, но вот ПТ-шка каким-то образом нашла броню нашего танка и оставила всего 8 ХП бедному КВ-2. А учитывая, что против него сейчас 3 артиллерии, это крайне опасно. Выезжает на нас ФВ-304, зачем-то она хотела походу добрать нас тараном, но какой-то угарнейший момент происходит. Просто в этом бою я говорил в названии, что данный бой будет веселый в каком-то плане, ФВ-шка просто берет на лету, влетает в броню нашего КВ-2, я не знаю просто зачем она это делает. Ну там понятно было, ФВ-шка маленькая, артас легкая, быстрая, и тут огромный КВ-2 гигантский, который понятно, что она разобьется, ничего не нанесет, и так, ребята, и произошло. И, собственно, дальше смотрим продолжение. Наш КВ-2 отправляется на вражескую базу, там уже противники, похоже, офигевают полностью от происходящего, а мы аккуратно выезжаем, чтобы просветить вдалеке артоводов, которые могут там заныкаться. Да и вообще, кроме артоводов, у противников есть КВ-2, есть ПЗ-4, то есть они реально могут еще выиграть данный бой. Хотя, почему могут? У них больше шансов намного, чем у нашего героя. Мы, ну, хотя бы уже не один против восьми, но один против четырех уже. Выезжает на нас ПЗ, сводимся, и еще один ваншотик отправляет наш герой. Девять фрагов наколотил. Еще три врага остается, и чтобы с ними как-то разбираться, нужно, наверное, сейчас проезжать вперед, искать самим вражеского КВ-2. Союзники, понятно, уже в чате удивляются, какой, ну, правда, красава наш КВ-2. Как же четко он здесь все растаскивает. Но вот вопрос, улыбнется ли ему такая же удача в конце данного боя. Давай еще троих пишут. Действительно, три противника осталось, три, два из них артоводы, ну и КВ-2. Понятно, что для каждого из них наш герой сейчас фаншот. Выезжает вражеский КВ-2. И заметьте опять, какая реализация позиции у нашего героя. То есть, находясь вот здесь за скалой, он фактически в наглую выезжает на врагов, сводится на них первым, и фугасом налегке просто забирает. Они даже не успевают среагировать. Вот что самое интересное. Ребят, пока вы готовитесь смотреть невероятный финал этого сражения на КВ-2, а мы, кстати, он только что добирает еще одного противника, и это Хумель, пацаны. И это Хумель. Еще один враг сейчас уходит в ангар. Ну это же, это же красота. Это же красота. Мы остаемся один на один с артиллерией. Ну давайте смотреть финал. Противники, похоже, в полном отчаянии находятся. Но сам тот момент, вот этот смешной момент, когда арта выперлась на нас зачем-то, вместо того, чтобы как-то пытаться там закрутить, она лупанулась об броню КВ-2. Но это, конечно, полнейший, блин, угар. Я, если честно, в первый раз с этого момента рожал нереально, когда это видел. Ладно, хочу вам быстро напомнить, ребят, что мы каждый день сейчас выбираем гигантское количество победителей, которые получают новогодние коробки. Сегодня на стриме мы отправили 4 победителя, мы выбрали, которые получили коробки. Им подарки уже отправлены. Позавчера на стриме было 6 победителей. Позапозавчера было 7 победителей. При этом мы раздали за все это время еще около 30 тысяч золота, буквально за последние 4 дня. И в этом ролике мы не собираемся останавливать предновогодний марафон халявы. Также в этом видео, ребят, будут разыгрываться большие новогодние коробки от бомбилки. И, собственно, чтобы их получить, вам нужно прямо сейчас поставить лайк этому ролику для того, чтобы принять участие в розыгрыше. Также нужно подписаться на наш канал и обязательно включить колокольчик в режим все уведомления, как это показано сейчас на экране. Внимательно смотрите. Внизу экрана слева инструкция. Вот прямо сейчас одна была. Ну, а мы продолжаем, ребят, смотреть финал боя. Я надеюсь, все уже поставили лайк и участвуют в гигантском розыгрыше больших новогодних коробок. Подписались и включили колокольчик. А мы продолжаем. Еще, ребят, хочу напомнить, что в описании к этому ролику есть обалденная ссылка. Вы можете за 49 рублей стать спонсором нашего канала и все ваши комментарии на стримах и в чатах будут выделены зеленым. То есть их нереально будет не заметить. Вы будете в самых верхах списка, будете набирать лайков на комментарии и я буду на все ваши вопросы в комментах отвечать. Поэтому прямо сейчас, кто хочет перед Новым годом сделать подарок нашему каналу и очень сильно помочь в развитии, переходите по ссылке в описании. Она называется там стать спонсором двоеточие и оформляйте буквально 49 рублей. От меня будет большой респект и уважуха. Тогда на стримах буду брать вас во взвод. Будем вместе с вами катать бои, потому что мы уже проводим стримы со спонсорами, один из которых вот был сегодня. Поэтому, ребят, просто мастхэв каждый оформить должен. Ну и давайте досматривать финал данного угарного сражения на КВ-2, потому что он взял от одной позиции, раскидал восемь, ну пока семь танков, один из которых сам просто взял и разбился об его броню. И вот сейчас приезжает последний артовод. Мы стоим на захвате и HMC должен выезжать. И опять же, это ваншот. 12 фрагов от одного КВ-2. Ребят, это обязательно должно быть отмечено вашим лайком. Поэтому ставьте его прямо сейчас. Также подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и оставляйте позитивные комментарии с вашим игровым ником. Увидимся. Пока-пока.